10 миллионов рублей было выделено в этом году на закупку инвентаря для спортивных школ, центров и секций. Благодаря этому впервые за многие годы материально-техническая база региональных учреждений этого профиля существенно обновилась. Среди них и Волгоградский центр адаптивных видов спорта. Здесь побывала наша съемочная группа. Волгоградский центр адаптивных видов спорта учреждение для инвалидов создала и поддерживает администрация региона. Здесь проходят тренировки и детей, и взрослых по многим направлениям, среди которых есть как олимпийские, так и совсем новые дисциплины. Например, ботчи. Основные инструменты здесь – шары и мяч. Его, кстати, чаще всего изготавливают из металла. Но если взять материал полегче, то такой спорт вполне по плечу людям с ограниченными возможностями. Даже травма спины позволяет играть в ботчи. Правда, только на любительском уровне. Ботчи я уже давно знаю. Это специальная ботча, тут мячик легкий. А вот за границей люди, иностранцы, любят играть. У них тяжелый шарик, железный. И вот я это все смотрел, видел. Ну, как бы сложно играть в настоящем шарик. А здесь вот. А ботчи я уже давно знаю. На пляжах Италии, Египта особенно, там любят играть. Игорь Конончук две трети жизни провел в инвалидном кресле. Но за это время успел освоить три профессии и несколько спортивных дисциплин. Сказываются внутренние стержни и прошлая закалка. В январе этого года Игорь стал одним из факелоносцев Олимпийского огня. Вверенный ему участок пролегал по улице Тарощанцев. Возможно, когда-то у волгоградцев будет и Олимпийская медаль по ботче. Первый шаг сделан. Серебряная медаль на Кубке России. Это очень большой скачок. То есть, учитывая то, что все-таки, как бы, ребята повезло новеньких, с Михайловки. То есть, уже мы начинаем развивать этот вид спорта и по другим городам. Развивать адаптивный, да и спорт массовый в целом в регионе теперь стало проще. Впервые за последние годы у центров, секций, клубов появились необходимые для занятий мячей, сетки, теннисные столы, ракетки, дротики, дарцы и другой инвентарь. Потребность в нем была огромная. Материально-техническая база не обновлялась давно. Об этом губернатору рассказали во время посещения детского центра «Русинка» в Волжском в начале лета. Мы начнем с того, что в этом году мы выделим необходимую сумму небюджетных средств в районе 20 миллионов рублей. Я думаю, что для первого шага это будет достаточно ощутимо в момент. Оборудование получили не только учреждения по линии образования и культуры, но и спорта. Например, в этом центре, где тренируются инвалиды, инвентаря закупили на 200 с лишним тысяч рублей. Получателями были организации всех 32 муниципальных районов, 6 городских округов и одно учреждение адаптивного спорта, там, где у нас занимаются инвалиды. Поскольку эта акция не проводилась, она была до того неожиданной, наверное, очень долгожданной для муниципалитетов и очень желанной и позитивной, потому что не выделялись такие подарки. Теперь ответный подарок в виде новых побед и медалей готовят сове спортсмены. Впрочем, власти регионы говорят, главное не награды, а здоровье. А потому развитие доступного массового спорта в Волгоградской области определено в качестве одной из приоритетных социальных программ. Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова